Смотрите сегодня в программе Фанбокс. Билли Морган наказывает гравитацию. Четверной корк 1800 градусов. Новое достижение мирового сноубординга. Брейк-данс как путевка в жизнь. Американский рэпер Нас и его фильм Shake the Dust. Российский вейкбординг холодный и беспощадный. Давай, запиши. Да. Очередной проект от питерской тусовки в Сейн-Пи в Винч-Парк. Оля смешливая о своей поездке на соревнования Nine Queens. Чек-чек. Также российские роп-джамперы покоряют Испанию. Три, один. Команда Extreme Adventure Activity продолжает работу над своим новым фильмом. Кроме этого, участник группы Черная экономика Гуляй Рвани на русском андеграунд-рэпе. Да, 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 это была очень закрытая туса. Усаживайтесь поудобнее в эфире телеканала A1, программа Фанбокс. Друзья, всем привет и добро пожаловать в Московский метрополитен. Это программа Фанбокс. Меня зовут Глеб Балелов. И прямо сейчас мы отправляемся в район Тушино, где познакомимся с одним из самых ярких представителей московской рэп-андеграу-сцены Гуляй Рванина. Район для рэпера – это как слово «мама для младенца». Обычно именно с рассказа о родном районе начинаются первые шаги уличных поэтов. Надо сказать, что один из первых моих треков, который там вышел то ли 9 лет, то ли 8 назад, ну уже довольно давно, он был непосредственно про район. Конкретно через это место я ходил в школу. Район Тушино – один из индустриальных центров Москвы. Еще в Советском Союзе шутили, что это единственный район, куда можно приземлиться с воздуха, приплыть на пароходе и добраться на трамвае из самого центра города. Тушинский аэродром был известен на всю страну, а речки и каналы, протекающие через весь район, превратили Тушино в настоящую ривьеру и скрасили будни рабочего класса. Его хриплый баритон как будто специально создан для того, чтобы ложиться на бит и рассказывать о том, чем живут улицы. Строчки сами рождаются в голове, главное вовремя их записать, ну а темы подкидывают улочки родного района. Строчки в голове или где-то в душе, не знаю, можно сказать откуда, приходят как-то сами. А ты сразу же их записываешь или запоминаешь? Не, я записываю, да, запомнить невозможно. Иногда бывает, что приходит строчка, ты ее не записал, и все, она потом пропадает навсегда, вспомнить нереально. Группа «Черная экономика» появилась в переходный период, после того, как Влад Валов и Бэтби Альянс уже отходили на задний план и показали России, что такое хип-хоп-культура. И появлялось вот новое какое-то звучание, вот это вот такая беспардонность, такая наглость, легкость во всем в этом деле. И да, какие-то новые темы, и были всякие комьюнити, типа граффити, но это было там 100 человек на Москву, 150 там максимум. А я за старшие времена, когда это было 50 человек на всю Москву. То есть это была своя движуха, это была там отчасти какие-то футбольные фэны, которые тоже не были такими попсовыми. «Черная экономика» — это такой слет пацанов с разных районов, то есть с разными интересами. Возможно, это было тогда андеграундом, в том понятии, каким бы... Тогда невозможно было прийти просто так с улицы. Да-да-да, это была очень закрытая туса, то есть это было там, ну, уже практически 10 лет назад. В то время никто не относился к этому серьезно. Они просто жили той жизнью в тех условиях и делали музыку, которая на тот момент только набирала популярность. И не мечтали о бабках и славе, потому как в то время вряд ли можно было представить, что в России рэпом можно поднять бабла. Это, наверное, и есть отличительная черта русского рэпа конца 90-х, начала 2000-х. Конечно же, я не хочу сказать, что сегодня весь рэп ради денег, но как ни крути, уже есть примеры, типа группы «Центр», «Басты», «Касты». И начинающие рэперы мечтают также собирать стадионы, заработать кучу бабок и стать узнаваемыми по всей стране. И в этом нет ничего плохого, просто время поменялось. Спустя какое-то время произошло то, с чем неизбежно сталкиваются все новые тенденции, которые начинают нравиться публике. В один момент, когда совершенно непонятно для нас с течением обстоятельств, пошло в массу, и люди стали это слушать, и вроде как на тебя уже нависла ответственность за то, что ты говоришь. Как раз в этот момент очень многие отсеялись. Именно из группы, грубо говоря. Оставаться в тени – это, наверное, и есть смысл андеграунда. И тут дело касается не только рэпа. По сути, ты можешь собрать тусовку поклонников южноамериканских индейцев и тайно собираться где-нибудь в лесах, стрелять из лука и метать топоры, и вы будете в андеграунде. Но если через пару лет такими же, как вы, будут кишить леса по всей России, то получается, что это уже мейнстрим. Из этого выходит, что любое новое течение культуры, интересное обществу обречено на популяризацию. Сегодня понятие андеграунд-рэпа в России – это протест. И этот флаг был перехвачен у рок-музыки. Но если для того, чтобы создать свою рок-банду, вам нужно найти музыкантов, инструменты, сыграться в конце концов, то для создания рэпа, по сути, вообще ничего не надо. В качестве музыки можно ограничиться битбоксом от своего друга. Доступность – одна из причин, почему сегодня андеграунд-рэп так популярен в России. Еще одной причиной является трагедия, которая у русского человека в крови. У кого-то в большей степени, у кого-то в меньшей. Когда ты смешишь трек на русском языке о том, как все круто, какая у тебя крутая машина, какая у тебя клевая женщина. Во-первых, это звучит фальшиво, на мой взгляд. Во-вторых, это не очень интересно. Мы не американцы, и русский стаун – это все-таки трагедия. Федор Достоевский считал, что человек может понять жизнь только из переживаний, только из трагедии. И я, наверное, соглашусь в этом. У нас особый путь, на самом деле. Сегодня Гуляй Рванина находится в самостоятельном плавании. Он готовит сольный альбом. Все подробности готовящегося релиза, а также эксклюзивное лайф-выступление смотрите дальше в нашей программе. Всем привет! Это программа «Фанбокс» и с вами Юлия Попкорн. Прогресс не стоит на месте. Ежедневно в мире придумывают какие-то новые вещи, появляются новые технологии и устанавливаются рекорды. Не так давно английский сноубордер Билли Морган выполнил трюк, который до него не делал никто. В Италии, в местечке под названием Левиньо, звезда мирового сноубординга Билли Морган первым на этой планете выполнил четверной корк с вращением на 1800 градусов. Таким образом, очередной рубеж вращений в сноубординге преодолен. Американский рэпер Насс закончил работу над своим фильмом о брейк-данс-культуре. Ему удалось взглянуть на этот танец под необычным углом и показать, что сегодня для многих жителей планеты Земля это один из единственных способов выживания. Брейк-данс как путевка в жизнь. Именно это стало основной идеей фильма «Shake the Dust». В переводе с английского означает «встряхнуть пыль». Сегодня мало кто задумывается над тем, что брейк-данс, подобно классическому спорту типа футболу или баскетболу, дал возможность сотням молодых людей по всему миру выбиться в люди. Известный рэпер Насс проехал по трущобам Йемена, Уганды, Камбоджи и Колумбии и увидел, как брейк-данс-культура меняет жизни простых людей. Фильм «Shake the Dust» уже можно купить в интернете. Создатели оценили свое творение в 10 долларов или в 500 рублей. Конечно, могли бы ради такого благого дела выпустить этот фильм и бесплатно. Говоря о вейкбординге, мы невольно представляем себе солнце, песочек, по которому бежит подкачанный парень с доской наперевес, а девчонки в бикини провожают его взглядом. Но питерские вейкбордеры в очередной раз сломали представление о том, как это может выглядеть. Российские вейкбордеры уже не раз доказывали, что теплая погода – не обязательные условия для этого вида спорта. Кататься можно и по ледяным фигурам. Этой зимой тусовка «Сейн-Пи Винчпарк» отправилась в Карелию для того, чтобы осуществить по-настоящему дикий проект. Дикий он, во-первых, потому что они забурились в риес, откуда до ближайшего города 120 километров. А во-вторых, потому что вновь решили построить ледяной парк. Для нас это просто отдых с друзьями в компании, далеко от всего. Ну и показать, что на вейке можно кататься не только в специализированных парках, но и там, где самим охота. Строительство сплота было достаточно таблоемким процессом, потому что мы строили сплот и снега, и льда, и дерево. Как вы понимаете, лед и дерево – не самый удобный материал для строительства, так как скрепить его между собой очень тяжко. Но главный полет инженерной мысли стал огромный бассейн из дерева, длина которого составила 24 метра, а высота – более двух. И весь отснятый материал можно будет увидеть в большом видео, которое готовят ребята. Ну а фотографии и большую статью с подробным описанием, как это было, можно прочитать на сайте команды. И перед тем, как сказать вам «до свидания», очередные подробности грядущего кастинга. Напоминаем, что мы все еще ищем ведущего на новую рубрику в нашей программе. За пару недель мы получили большое количество анкет, и вот что вас ждет дальше. Больше 50 заявок за неделю, плюс огромное количество сообщений ВКонтакте, и мы уже на финишной прямой. Но пока что у каждого из вас еще есть возможность попасть в телевизор и стать частью нашей команды. Присылай свою заявку на почту fanbox.castingsobaka1tv.ru. Прикрепляй свою фотографию или видео вместе с номером телефона. А главное – ответом на вопрос, почему именно ты достоин стать ведущим одной из наших рубрик. Конкурс проводится только для жителей Москвы. Кастинг состоится в середине мая. Приглашение получат только те, кто прислал заявки на почту. Так что торопитесь, времени осталось совсем немного. На этом у меня все. Программа Fanbox продолжается. Не переключайтесь. С вами была Юля Попкорн. На моем жестком диске хранится цельный груз. Я первый и последний игрок в эту мою игру. Пускай угрюм на вид и не опрятен с ног до гонавры. Я прячу в сердце то, что способно на взрыв. Нужно пролет над пультом осанку сгорбив, чтобы излить душу полную скорби. Но да, все о том же, все о своем. Пусть этот звук забьет в ваших пространств объем. Заплутавшие в коммутации провода, словно змеи, закрутились. Моя провода в моем занятии бескорыстным. Всем нутром антиконъюнктурен, неведен, нанахатрон. Кто-то найдет свой смысл в семантике литер, схожившие снова. Так что не развалить их, что цифрует микрофонный предусилитель. Ты, может, хочешь так же, но, увы, не выйдет. Да мне твердили то, что я ни на что не годен. Эрудит промзон из-за блеснях подворотен. Зато втыкан в ответ свои тексты заточки, способные на срыв. Застывших в мертвой точке тайное производство. В студийных стенах пиротехника, взрывающие аудиосистемы. В русскоязычной музыке, в скудном прейскуранте. На перемены к лучшему не отыскать гарантий, но тебе не понять. Не раскрыть шифр, мои годы в памяти. Грудами цифр за периодом в период. Сновные этажи, но передряги вынуждали лишь любить эту жизнь. Выбор за тобой, быть с огнастым со стадом. Или в опу референсы не стать магиатом. Пусть моих строк поток сорвет дозатор. Я растворяюсь в закоумках промеж фасадов. Мы продолжаем следить за нашими старыми друзьями командой Extreme Adventure Activity Team. Сейчас ребята находятся в Москве и готовятся к поездке на Кавказ, где планируют закончить съемки своего второго фильма о роп-джампинге. Не так давно они вернулись из Испании, где совершили невероятно сложный и интересный проект. Мы заглянули к ним на тренировку, чтобы узнать все подробности их поездки. Роп-джампинг – невероятно интересный и технически сложный вид активности. Система навеса делается таким образом, что при падении движение человека осуществляется подобно маятнику. Чуть дальше мы подробнее расскажем, как это происходит, а пока вернемся в Испанию. Этот горный массив, сильно напоминающий участок Гранд Каньона в Америке, называется Риглас и является меккой для испанских бейс-джамперов. Но роуп-прыжки тут еще никто не совершал. Итак, если в двух словах. Между скалами протягивается веревка, к ней перпендикулярно крепится еще одна, на конец которой пристегивается человек. За счет провисания горизонтальной линии прыжок получается плавным и похожим на движение маятника. Но это если в двух словах. А так вы представляете, сколько нужно сил, чтобы повесить всю эту систему, убедиться в ее безопасности и протестировать перед тем, как прыгать. В общей сложности на этот проект мы привезли более 4 километров веревки. Все нужно было поднимать на себе наверх. То есть 4 дня мы каждый день с утра до ночи работали с веревками на большой высоте. Были довольно-таки сложные, страшные моменты. Например, как просто траверс по отвесной стенке, где надо было просто довериться одной веревкой, под тобой там метров 200. Плюс на тебе везет огромный мешок, который весит очень много. После того, как все было сделано и ребята совершили первый прыжок, приехала полиция и включилась типичная бюрократическая машина. Когда нас из полиции начали отсылать в Министерство природных ресурсов, оттуда к спасателям, от спасателей опять в полицию. И все друг на друга ссылаются, но при этом никто разрешение давать не хочет. В итоге, после трех дней безуспешных походов по административным учреждениям, было решено, что орлы, которые летают вокруг, могут врезаться в натянутые веревки и погибнуть. На что нами был предъявлен аргумент, что орел видит мышку с 400 метров и вполне способен увидеть веревку. Но местные экологи были непреклонны и обязали повязать на протяжении всей подвесной системы яркие веревочки, тем самым ее обозначить и спасти птичьи жизни. Нам пришлось на всю веревку, через каждые 10 метров, клеить ленточку. Ну, такая чисто формальность. И даже после этого утвердительного «да» ребята не получили, но, как известно, для русских все, что не запрещено, то разрешено. Чтобы особо не нервировать местную власть, ребята поднялись на экзит вечером, переночевали наверху, а утром совершили задуманные прыжки. И тут всех ждал еще один сюрприз. Из-за пологости скалы земли видно не было. И психологически прыгать в таких условиях, ой, как неприятно. Но морально вот это ощущение психологическое, от того, что ты не видишь, куда тебе падать, ты видишь только выпирающую скалу. У тебя, если сейчас толкнешься, пропадаешь метров 10, и дальше будешь об нее биться, 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 кувыркаться и все. Это было довольно-таки тяжело. А еще сам экзит. Вот реально, чтобы не соврать, вот такого вот размера. Две ноги ставишь под углом, они скользят. И вот с этого всего надо толкнуться и перелететь вот это расстояние. Просто раз оборот, два оборот, три оборот. Думаю, что, 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 куда. И где-то нескоро уже меня подхватывает веревка. Естественно, крики, вопли. Очень круто. В итоге свободный полет составил около 10 секунд. И если вы думаете, что роупджампинг – это дело исключительно мужское, то вы сильно ошибаетесь. Девчонки прыгают не меньше парней. Наверное, на скалы полезут не все девчонки, но в Москве на наши прыжки приезжает больше девчонок. Вот что я скажу. Поэтому девчонки, наверное, намного смелее, чем парни. Я отделилась, начала падать. Ты летишь, 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 тебя все не подхватывает. И хоп, веревка начинает тянуть, и ты понимаешь, что все. Ты висишь между этих двух огромных скал, очень высоко висишь, под тобой безумно красивая долина с речкой, и эмоции бьют через край. Испанские горы стали предпоследним местом съемок второй части фильма «The Rope», который готовится к выходу осенью 2015 года. Уже скоро команда Extreme Adventure Activity Team отправится на Кавказ, где поставят жирную точку в своих съемках. Ну а мы и будем следить за этим проектом и держать вас в курсе. Итак, мы возвращаемся к нашей музыкальной части и продолжаем интервью с Гуля Ирванина. Не так давно в сети появилось его новое видео на трек под названием «Не перепутать» под музыкальный продакшн «Ковш Биц». Но пока это такой репрезентовый клип. Уже этим летом он готовит свой первый сольный альбом, который будет содержать около 15 треков и называться «Первый и последний». Первый мой сольный альбом и последний, последний, что я сделаю. Могу сказать, что это будет немного не тот рванина, который был раньше. Это будет такой весьма лиричный альбом. Такой где-то грустный, где-то замороченный. Услышите, в общем? А ты не будешь? Не-не-не, ни одного ситая не будет. Судок, не видя в суете сути, тебя рассудят когда-то без заседания и судей. Моя поэзия в стиле облезанном, на рэковой стойке, труда железа... Ну а на этом пока что все. Большую версию этого выпуска ищите в группе программы «Фанбокс». Но перед тем, как сказать вам «До свидания», у нас есть еще кое-что на десерт. Привет всем, меня зовут Ольга Смешливая. Я вот недавно вернулась с офигительного контеста «Найн Квинс». Это даже больше не контест, а фотосессия и видеосессия. На этот контест попасть не очень просто, так как это 9 лучших сноубордисток и лыжниц мира. Конечно, со стороны смотрится это все очень страшно. 24 метра. Решилась, прыгнула и не пожалела. Когда я первый раз прыгнула с этого трамплина, все оказалось настолько грамотно построено, настолько плавно. На первые дни прикатывалась к трамплину, потом решила, что я буду прыгать только те трюки, в которых я уверена. То есть это были в основном всякие методы, бэксайд 360, пробовала пятерочки уехать, но, конечно, страх давала себе знать. Там не было ни капли напряжения, то есть это больше было такое фановое катание с девчонками. Все дружелюбные, все друг другу подсказывают, помогают, что со скоростью, как там подъезжать. Ну, то есть настолько все легко, просто, никакого напряга, никакого чувства соревнований между девочками нет. Желаю всем побольше путешествовать. Конечно, эти впечатления непередаваемые. Катайтесь на сноуборде и будьте в теме.